Всем привет, друзья! Вы на музыкальном канале Крикбенд. И я очень хочу поблагодарить своих подписчиков, которым нравится смотреть, наблюдать за тем, что делаю я, наблюдать за моим творчеством. А для автора, для музыканта, это самое главное, что его творение кому-то в какой-то степени по душе. Сегодня я хочу поговорить о музыке, которую мы хотим загрузить в ВКонтакте, чтобы у него была обложка. О музыке, которую мы хотим распространить с помощью дистрибьютора на разные площадки, как Spotify, iTunes, Яндекс.Музыка, Apple.Музыка. Но самое главное, это площадка ВКонтакте. Чтобы она была как бы официальная ВКонтакте, а не просто мы закинули через аудиозапись, а чтобы это была настоящая ваша песня. Для этого вам обязательно нужен дистрибьютор. Я знаю только двух бесплатных дистрибьюторов. Это OneRPM, обратите внимание, и FreshTunes. В OneRPM регистрируетесь бесплатно, загружаете свою композицию, устанавливаете обложку, и у вас бесплатно ее модерируют и бесплатно распространяют. И она попадает на площадку ВК ВКонтакте. А что касается FreshTunes, сразу она не попадает. Там у него есть небольшая загвоздка. Когда вы зарегистрировались во FreshTunes, загружаете туда свои первые композиции. Они у вас проверятся модераторами и распространятся. Это самый лучший вариант. Не лучший вариант, это когда они пишут, что ваш трек-релиз не прошел там-то, не соответствует обложка стандартам, почитайте, пожалуйста, правила и условия, или ваше качество аудиозаписи слишком там не очень-то хорошее. В общем, вам нужно что-то переделать. В общем, добейтесь того, чтобы у вас было 1, 2, 3, несколько релизов уже принятых от FreshTunes и распространенных с пометкой, со статусом «Окей». То есть вот эти вот альбомы, которые у меня здесь есть, ну, это синглы, они все у меня приняты к распространению, за исключением вот этого трека «Лето». Я передумал его туда отправлять, и теперь он просто висит у меня здесь. Его удалить никак нельзя. А может, можно, если можно, напишите, как удалить. Ну, я не заморачиваюсь, висит да висит. Этот трек я загружал через OneRPM. Вот он, распространяется. Вот, когда вы загрузили пару своих треков, и они прошли модуляцию и распространились, затем вы пишите в службу поддержки «Помощь», «Отправить запрос», пишите в ваш адрес электронной почты, пишите тему «Я хочу получить статус доверенного партнера», ну, или «Я хочу добавить в площадку для распространения ВК», «ВК.ком», «ВКонтакте». В общем, напишите тему, о чем вы говорите, ну, и описание, собственно говоря. То есть вы полностью пишите. Вот, я, значит, зарегистрировался в Fresh Tunes, вот, у меня есть релизы, которые были одобрены, теперь они распространяются, и я хочу, чтобы в площадках для распространения моей музыки включили вы ВКонтакте. Вот, пишите свой «Customer ID», вот он, идентификатор клиента. Вы просто его отсюда можете скопировать, туда вставить. Прикрепить файл, подтверждающий вашу личность. Они говорят, что это должен быть паспорт, или карточка, или водительское удостоверение. У меня есть большое такое 15-минутное видео по Fresh Tunes и OneRPM. Можете глянуть. Добавляете эту фотографию, подтверждаете. А затем просто ждете ответа. Возможно, они у вас попросят что-то. Возможно, они расскажут вам. Пришлите нам, пожалуйста, скрин вашего проекта, как вы делали эту песню, потому что авторские права, это очень важно. Отправляете все, что они спрашивают, и вы получите заветный ВКонтакте с заветной вашей песенкой, которую вам даже не придется загружать потом ВКонтакте. Вы просто наберете в поиске... Наберете в поиске, а она уже будет здесь, во всех аудиозаписях. Вот, например, лето. Я не добавлял через свою страничку себе в нашу группу Крикбенд. В общем, я надеюсь, что это видео было полезно. Я очень рад, что у меня есть возможность с вами взаимодействовать, потому что вы пишете, а мне очень-то приятно, и я вам отвечаю всегда. Ну, если я компетентен на данном вопросе, я всегда отвечу. Поэтому, если есть вопросы, задавайте, конечно. И я буду рад. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok